Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Беларусь. Ты Саша. Мой, прежде всего, интерес заключался в том, чтобы вы воочию посмотрели, как живет Беларусь. Минск, конечно, как и Москва, это не вся Россия и не вся Беларусь Минск, но тем не менее, вышел опытный и по Минску можете определить, чем дышит наша Беларусь. Ваша Беларусь, я надеюсь, вы ее не отрываете в своем сознании и не считаете ее чужим. Несмотря на то, что это сегодня независимое, суверенное государство, как оно образовалось, вы тоже знаете мою позицию в этом плане, тоже знаете, исходить будем из реалий, тем не менее. Поэтому это главный мой интерес, чтобы вы увидели Беларусь. Все-таки то, что говорят о Беларуси в России и то, что не говорят замалчивая, ну, для вас, наверное, это небольшой секрет, поскольку вы можете видеть за цифрами, строчками, запятыми реальную картину. Но люди не очень, особенно раньше, понимали, что происходит в Беларуси. Порой нас критиковали ни за что. Я понимаю, есть некая и была ревность, еще там чего-то. Разные были причины. И поэтому такого уровня человек, как вы, публичный человек, который видит реалии, я надеюсь, что об этом узнает каждый, не только русский человек, но и россиян. В этом большой мой интерес, потому что нам жить вместе, нам ни в коем случае не надо бежать в сторону друга друга. Когда-то, я помню, грубо скажу, хихикали в России некоторые, я их называю либерасты, когда я сказал, что придет время, было два года назад, сказано, что-то в 19-20 году, когда нам с Путиным придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Все думают, ну как это так, что мы видим сегодня? Мы это сегодня и видим. Поэтому нам надо держаться друг возле друга, не надо пытаться как-то обойти один другого, не надо тут чего-то делить, типа нашей общей победы в Великой Отечественной войне. Все понятно, роли распределила история давно. И такой человек, как вы, анализируя события, видя реалии, сделает, я думаю, правильные выводы. И не только это мой интерес, это интерес Белоруссии и России. Это интерес русского, белорусского народа, россиян всех и белорусов. Поэтому я вас здесь приветствую. Благодарю вас сердечно. Приятно с вами поговорить. Ну, наверное, вы знаете, что любимая моя дисциплина в университете, в свое время, когда я гуманитарный вуз заканчивал, это философия. И встреча с вами заставила меня, ну, в какой-то степени окунуться в эту философию, посмотреть на ваши взгляды и вспомнить ту философию, которую я, марсистско-ленинскую, изучал. Вот время прошло, оказывается, ничего лучшего ведь мы не создали. Вот марсистско-ленинзм – это плохо. Может, и плохо, но мы ничего лучшего не создали. А это была система целая взглядом. Сегодня у нас этого нет. И правильно вы где-то там говорили про государственную идеологию, идеологию вообще, и что у нас ее нет в России, тем более ее нет. Это тоже правда. Мне предлагали море идей. Я их все отверг, потому что они не ложатся на душу, на сердце человека. Что за идея, которая не может овладеть массами, как классик говорил, и не ложится на сердце? Ну, это не идея. И не может она быть государственной идеей. Но пока ничего не родилось, к сожалению. Я и сам пытаюсь что-то сформулировать. Но прихожу к выводу, что это невозможно сформулировать, пока тебя не подопрет время. Пока не будет того времени, которое не только тебя подтолкнет к созданию государственных дел, и идей каких-то государственных и прочее, хотя идей этих хватает. Пока время тебя не заставит ее сформулировать. Вот я уже к этому начинаю приходить и думаю, может мы зря слишком напрягаемся. Выдумать ее нельзя. Она должна созреть. Я давнешний изначальный поклонник и Белоруссии, и вашего курса. Я считаю, никогда в нем не сомневался. И в самые сложные времена между нашими государствами были сложные времена. Я всей душой, всем сердцем, всеми своими возможностями поддерживал вас. То линию, которую вы вели, вы не дали разграбить свое государство, вы не совершили тех ошибок, которые вы, мы в 90-е годы совершили, и сейчас исправляемся с таким трудом. И я вот просто искренне преклоняюсь перед вашим авторитетом, перед вашим мужеством, перед вашей убежденной стойкостью спасения белорусского народа, белорусской государственности, а значит нас самих, значит нашего единства, значит нашего союзного государства. Ну и сегодня мы как раз, как вы сказали, спиной к спине, больше нас, все остальные оказались где-то либо на нейтральной позиции, либо на противоположной. И вот мы стоим и защищаем нашу славянскую, русскую, белорусскую идею вместе. Что касается идеологии, вы совершенно правы, это не искусственный пиар, это не конструкция. Идеологии рождаются, идеи, их надо созерцать, понять, они растут из народа, из истории, как вы совершенно верно сказали. Но здесь есть два, мне кажется, момента, если вы позволите. Такие два замечания. Первое, что мы имеем дело с нашим оппонентом, с Западом, с глобальным реализмом, это идеология. И бороться с идеологией не идеологическими методами невозможно. То есть вот может быть мы бы и вообще без идеологии обошлись, но это невозможно, потому что нас атакует идеология. Это не только НАТО, это не только... Да, это не только для того, чтобы изнутри, но извне, вы абсолютно правы, не станут. И второй момент, еще какой, мне кажется, момент, что мы сейчас, вот прям вот как точно вы сказали, мы подошли к тому моменту, где она должна родиться. Не искусственно создаться, не навязаться, не приходит человек с какой-то фамилией, любой, белорусской, русской, какой угодно, и создает идеологию. А она сейчас должна родиться, потому что у нас была идеология марксистская-ленинская, она все определяла, все наше мировоззрение. Хорошо, плохо, но это была система. Потом у нас нет никакой сейчас идеологии. У вас даже, мне кажется, вы ближе немножко стоите к этому, благодаря вот некоторым пунктам в вашей политике, которые имеют идеологический характер. Например, вы не даете сложиться олигархии. Это идеологический момент. Мы в России дали, и сейчас мы ее не можем искоренить. Она мешается нам на каждом этапе. Вы не приняли западный либерализм ни на сколько. Мы его приняли, и тоже выкорчевываем его благодаря нашему президенту, его абсолютно верной ориентации. Мы выкорчевываем его с каким трудом. Сколько у нас сил, сколько противодействия вот этой либеральной элиты. Мы называем ее шестой колонной. Есть пятая, которая бушует на улицах. Говорит, там, долой Путин, долой Лукашенко, долой Россия, долой, ну, вот все долой, долой Белоруссия. А есть шестая колонна. Вот с ней мы столкнулись в гораздо более степени. У них платформа такая же, как у пятой, абсолютно прозападная, продолжение либеральных реформ, развал нашей государственности. Но они не говорят, долой Путин. Они говорят, да здравствует Путин. Да здравствует Путин, мы его поддерживаем, прекрасно, все хорошо. А делают то же самое. Вот эта шестая колонна, это самое страшное. Мы думали, что после начала специальной военной операции от нее она сбежит. Кое-кто сбежал, а кое-кто там же. И вот это вот проблема. Вы не допустили этого. Вы сохранили народ, государство под началом именно человека или инстанции, который охранил ваше государство от олигархии, от либерализма. И вот третий момент, который сейчас, ну сейчас приходит время придать этому какие-то формы. То есть вот сейчас история подталкивает нас к тому, чтобы мы, прислушиваясь к народу и к ходу историю, дали этой идеологии форму. А что-то взяв от марксизма, что-то взяв от нашей советского, советского исторического периода, что-то взяв от русского, более старого, еще корни православные, корни той же самой, какие-то элементы белорусской идеи сложились еще в ВКЛ, в Великом княжестве литовском. И тогда белорусская идентичность стала приобретать определенные формы. И те, которые хотят использовать ее против Беларуси, они совершают подмену. Потому что белорусская идея – это очень серьезная часть нашего общего наследия. Но мы должны тоже к этому отнестись, на мой взгляд, внимательнее. Это наши, а не их. Мы не должны отдавать врагам то, что является нашим. Также они и русский национализм пытаются искусственно противопоставить нашему многонациональному государству. То есть не всегда национальная идея в правильных руках оказывается. Вот она должна быть в наших руках.